Довольно часто, когда люди видят какой-то из клеверов, они говорят, что они видят просто клевер. Но на самом деле, хорошо бы уметь различать те клевера, которые у нас наиболее часто встречаются. А их таких у нас в Подмосковье на открытых местах встречается четыре разных клевера. Два из них с ярко-розовыми, почти пурпурными цветками – это клевер средний и клевер луговой. Один, еще один, с такими лососево-розовыми цветками, клевер гибридный. Ну и клевер, у которого головки с белыми цветками, он встречается чаще вдоль тропинок по разным потоптанным местам. Это клевер ползучий. Клевер луговой и клевер средний обладают пурпурными цветками, но их можно друг от друга отличить достаточно легко. Во-первых, вот это клевер средний. Он образует большую, обширную вегетативную заросль из-за того, что у него длинные корневища. А еще у него листочки в листе имеют продолговатую эллиптическую форму, а у клевера лугового они широко овальные. Есть еще один признак. Для этого нам нужно вот сюда вот заглянуть в основание листа и увидеть прилистники. У клевера среднего вот такие травянистые узкие прилистники, зеленые, практически по всей своей длине. А у клевера лугового они в основании белые с зелеными жилками и маленькими шаловидными кончиками. А вот нам встретился клевер луговой. У него головка с пурпурно-розовыми цветками и листочки в листе широко овальные. А теперь давайте посмотрим на форму прилистников. Если мы вот так вот лист отогнем, то тут видно, что у него основание прилистников. Такое беловатое, с зелеными прожилками и маленькие шаловидные кончики у этих самых прилистников. И если мы немножко отодвинем камеру, то видно, что растения растут по отдельности и не образуют больших зарослей. Потому что оно не длиннокорневичное, в отличие от клевера среднего. А вот это клевер гибридный. Когда клевер гибридный цветет, то его легко отличить от клевера лугового. Потому что этот цвет цветков и форма головки совершенно другая, чем у клевера лугового. А вот когда он отцветает, то его спутать с клевером луговым довольно легко. Потому что у них немножко похожа форма листочков в листе. Тоже такие же широко овальные, наибольшая ширина находится в нижней трети. Но если вы посмотрите внимательно на край листочка, то вы увидите, что у этого листочка, у этого края, каждая жилка заканчивается щетинкой, которая выступает за край. И это хороший признак клевера гибридного. У клевера лугового жилки так себя не ведут. Прилистники, опять-таки, гораздо более крупные, относительно крупные. И у них вытянутая часть не шаловидная, а такая вот постепенно заостренная. В зеленую часть. А вот это клевер ползучий. Он растет обычно рядом с тропинками. Очень устойчивое растение к вытаптыванию. И он действительно, почему он называется ползучий? Обратите внимание, он образует такую горизонтальную заросль. Его листья примерно находятся на одной и той же высоте. Если мы будем искать его стебель, то мы найдем его с большим трудом, только если залезем совсем глубоко вниз. Вот только тут мы обнаружим его стебли. И мы обнаружим, что эти стебли растут горизонтально вдоль поверхности почвы. А то, что поднимается вверху, это или цветоносы, или черешки отдельных листьев, которые выносят на поверхность три листочка. Листочки эти округлые и широко, в общем, очень широко овальные. Самые круглые из всех наших клеверов. А вот здесь нам очень повезло, потому что попалось все четыре клевера сразу. Вот этот вот маленький белый клевер ползучий, с его листьями, которые образуют такую горизонтальную поверхность, потому что их стебли лежат на почве. Рядом поднимается с удлиненными междоузлиями клевер гибридный со своими нежно-розовыми цветками в головках. Вот чуть подальше клевер луговой. И у клевер лугового, как видите, еще есть такая пигментация на листьях. Некоторые говорят, что это L, сразу клевер луговой. Но такая пигментация бывает на самом деле и у клевера ползучего, и у клевера гибридного. Поэтому на этот признак внимания обращать не стоит. Ну и вот там подальше, в более густом и высоком травостое, еще заросль клевера среднего. Мы сразу можем ее отличить, даже если бы у него не было цветков, просто потому что у него удлиненные листочки в листе. Такие удлиненные, продолговатые. Ну и, конечно, это самый яркий, пожалуй, из всех наших четырех клеверов. Его самые ярко-пурпурные цветки. Спасибо. 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 Спасибо.